Начал судейством заниматься, у меня сейчас категория международная, я в топ 20 хожу судьи международных, я служу все чемпионаты мира, все олимпийские игры, главным судьей был в Сочи на Олимпиаде, да, поэтому у меня судейская как бы, ну, выше категория, чем тренерская сейчас на данный момент, то есть я в топе ИСУ, вот, и параллельно, короче, до Сочи к Сочи начало время подходить, но, естественно, пацаны, которые со мной в бизнесе, они говорят, слушай, ну, как бы, давай, тут надо определяться, либо ты в бизнесе, либо ты уже, да, потому что и так, и так, я вроде как, как и там немножко упускаю, там, ну, и туда, не туда, не сюда, ну, и все, я сюда прикинул, там, все это, бизнес, значит, начал потихоньку загибаться, особенно временные сооружения, все начали забирать разрешения все, то есть, ну, как бы, ничего не продленки, ничего не стали делать, все, начало потихоньку загибаться, я так все это начал, знаешь, как бы, все равно душа к спорту ближе лежит, то есть, деньги деньгами, да, хотя там, ну, хорошие деньги получал, но деньги деньгами, ну, как-то все равно хочется что-то для души, какая-то работа, чтобы была, поэтому... Это важно. 425 а мы уже пишем даже мы в эфире уже 4 до прямо вот ну да но единственное что я вот не могу сказать что я себя сейчас полностью реализовываю по одной простой причине все равно как бы я сейчас считаю себя немножко зависимым от региона точнее регион зависим от меня не от региона от регион зависим от меня потому что если я уеду меня очень много предложений предложение прям очень заманчивые в белоруссию меня предлагают там что на руководящую должен что на тренерскую то есть как бы и те и те варианты есть казахстан не предлагали на алау вот в астану ну по россии естественно тоже варианты есть куда спокойно можно уехать с более интересными предложениями просто я понимаю что если я уеду Здесь все просто рухнет, потому что я считаю и тренер, и президент федерации здесь как бы все на мне. То есть, ну, очень много на мне завязано здесь в данный момент. Вот сейчас пытаюсь каким-то образом молодое поколение подрастить, чтобы они как-то на ноги чуть-чуть встали, а потом можно думать. У меня сейчас предложение вот вместе с ними уехать в сборную России юниорскую возглавлять, вот буквально. Да, да, да. Но это мне уже не первое, мне перед Сочи в 2012, в 2013 году два года подряд предлагали эту команду. Там я как бы отказался, потому что я главный судья был уже в Сочи, назначен уже был уже 100%. Я два года собирал под себя полностью команду судейскую, то есть 54 человека мне надо было набрать судейского коллектива, чтобы они отработали у меня четко. Поэтому я не мог там, ну, понятно, что на уровне государства это все, на серьезном уровне, я не мог отказаться. А в 2008, когда я закончил, мне предложили вторым тренером основной команды сборной. Вот смотри, ты сейчас руководящий должностей здесь в Красноярске, да? Когда ты начинал заниматься спортом, было соревновательное между клубами в городе Красноярске. Можешь что-то по этому поводу сказать? Слушай, ну это вообще история такая, знаешь, наверное, больше риторическая, ностальгическая, наверное. Я прекрасно помню, как мы ездили с торпедой. Не знаю, это, наверное, первые вот, что касается первого прихода на торпедой и первый выезд, это был как раз стадион политехник «Буревестник». Я вот четко помню, что Олег Лешанкевич поехал, то есть старшие ребята были, а мы самые маленькие были. Они знают, какие там возрастные категории были, но прямо такое вот, ностальгическое воспоминание, прикольно так вспоминать иногда. И первая грамота у меня с торпедо, выполнение третьего юношеского разряда, у меня торпедо все еще подписано, по-моему, даже, я не знаю, там рукой, может, Александр Кенча, а может, и Дерендяев, ну, кто-то из них подписывал. Все, просто от руки рукописная, там, 81-й или 80-й год какой-то. Ну, так вот, все вспоминается, знаешь, такое, все, как это, в розовых цветах, ну, да, 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 поэтому все здорово было. Вот это вот соревнование, оно в какой-то момент потом ушло. Да. То есть, ну, перестройка, люди немножко как-то распались, сильно упало с гормозы с того периода? Очень, вообще очень все, абсолютно все поменялось, я уж не говорю, что структура вся поменялась, поменялась вся, вообще, в принципе, соревновательная составляющая. То есть, тогда основная составляющая была, это вот конкуренция между обществами, это очень большая конкуренция была, потому что, когда сформировалась сборная края, там уже была уже совсем другая команда. Ну, то есть, это, в обществах, если конкуренция в обществах даже была, что там говорить, а сейчас конкуренции нету среди даже субъектов федерации. То есть, люди сейчас, грубо говоря, не могут набрать на Спартакеаду 4 человека одного возраста. То есть, в субъектах, насколько ситуация очень сложная, то есть, мы не, ну, как бы, мы еще, как бы, с горем пополам, наверное, тоже не в каждом возрасте. Очень сложная ситуация. То есть, вот тогда это была машина, то есть, это реально работала вот, ну, как пирамида была вот такая вот, да, и если ты попадаешь в сборную СССР, там, грубо говоря, то ты уже однозначно, там, как минимум, где-то возле пьедестала на чемпионате мира находишься. Причины, это, как бы, известны всем, да, почему-то. Вот, каких тренеров ты помнишь с того времени? Ну, то есть, что касается торпедовцев, я, конечно, помню только Александра Накентьевича и Виктора Ивановича Дериндяева. Торпеды я больше никого не помню. Из тех, кто у нас был, Егоршин был, это Труд, да, Труд, наверное, Труд, я не помню, то есть, по-моему, Труд. Егоршина помню, Сирюкова, Царство Небесное, помню, Донец, которая, помнишь, помнишь, такое? Да, Донец, да. Талан, ну, Коля Таланов, да, Коля Таланов, ну, потому что я Леху хорошо знал уже тогда, да, вот. Вот, не помню, как, не знаю, может, ты напомнишь, такая большая женщина была, работала на центральном стадионе. Не вспомню никак, Марина, ну, короче, вот ее, ну, зрительно, помню, вот, как, не читала, ну, вот, да, вот, зрительно. Рябинина, даже я Рябинина не помню, Рябинина я узнал, когда я к нему ушел уже. Чем отличались те тренеры от тех людей, которые сейчас тренируют? Знаете, сейчас очень, это очень такой сложный вопрос, наверное, на который даже, наверное, не найти ответа, потому что сама структура и система, она сейчас, в принципе, не позволяет. То есть сейчас люди работают либо за идею, либо за хлеб, потому что заработная плата тренера унизительна на сегодняшний момент. Все-таки тогда, даже несмотря на то, что какие-то были там финансовые условия и были еще, кроме того, материально-технические базы. Худо-бедно, в Красноярске было 6 катков. На сегодняшний момент, имея мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, в Красноярском крае один девногорский спутник, который в 82-м году в Спартакеаде готовился. То есть о чем можно говорить? Кого можно подготовить, если детей некуда привезти даже? У меня нет лично, вот я тренер с высшей категории, у меня победитель первенства России, у меня нет ни раздевалки, ни крючка, где раздеться, ничего нет. То есть я уличный человек. То есть получается вот эпоха тренеров детских, да? Да, конечно, конечно, конечно. Детских вот закончилась с теми людьми, да? В большей степени да. Ушел костяк, ушло все, и сама система просто рухнула. Ну, то есть просто разрушилась как таковая. То есть ее не существует сейчас, и до сих пор не выстроена никакой системы. То есть идти на сегодняшний момент спортивного трассы – это анархия. Ну, это печально, да. Мне казалось, что, несмотря на то, что соревновательные на высшем уровне, да, коньки сейчас занимают места более-менее стабильно. Сейчас, да. Более-менее стабильно, тогда непонятно, откуда это выросло. Пришло с открытием трех катков. Вот три катка у нас искусственных открылись – Челябинск, Коломна и Москва. Да, все, вот только-только поэтому сейчас они ожили. Там у них проблем, собственно говоря, нет с набором. У них есть какие-то. И то, они очень сложно, у них, допустим, в той же Коломне, изумительное место вообще. Ну, кто-то, если ребята будут смотреть, я просто рекомендую съездить и просто походить погулять. Кто-то, если был в старой Коломне, это вообще, ну, то есть небо и земля сейчас, красотища. И просто вот стоит Кремль, прямо вот возле Кремля стоит этот каток на своде двух рек. Место красивейшее. Там церквят, все, вот там прямо, ну, историческое место, прямо старый-старый-старый город. И в старом городе умудрились списать этот каток. Прямо он там так, ну, здорово вписался. Я обязательно съеду в Коломне. Я на машине люблю путешествовать. Вот, да, 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 Москва. Вот супер вообще, то есть посмотреть, просто даже там зайти в Коломну. Ну, даже по телефонному режиме я попрошу, чтобы тебя просто проводили. Скажу, что там ветеран, ветеран этот конькобежного спорта. Ну, ты хочу представить, там можно как угодно, попрошу. Я директора стадиона хорошо знаю, он в крайнем случае там проведет так, хотя бы так, обзорную экскурсию, просто посмотреть, увидеть, что это такое. Потому что все равно на искусственном катке, на большом, ну, хочется побывать, то интересно. Ну, вот. Какие сейчас твои ценности? Чем ты сейчас живешь? Слушай, ну, честно сказать, я живу спортом. Пока я к этому не остыл, как мне по рукам не бьют, как мне сейчас тяжело, не приходится работать. Люди сейчас руководят спортивной отраслью, абсолютно не имеющей отношения к спорту. Очень сложно на одном языке даже разговаривать. Сегодня у нас структура, такая система, вообще система, вообще спортивной отрасли, такова, что самое главное отчеты. Никому не нужен результат, никого не интересует результат. Главное, вовремя отчитаться, за нужную сумму денег и за нужные результаты показать. Ну, в смысле, циферки, циферки просто, все. Это основная структура. Никого не важно, как там, что это происходит, сам процесс, как он происходит, как вот, допустим, там эти дети. У нас сложности, если в старые времена мы могли в любой момент прийти в диспансер и пожаловаться на что-то, то сейчас мне проблематично, допустим, вот этих ребят даже устроить, просто чтобы медосмотр какой-то провести, банальный такой, ну, текущий после сбора, там еще что-то. То есть сложности очень много, система. Ну, живу я спортом, я в спорте, как бы, я вот этих детей доведу до конца, в любом случае, то есть до какого-то логического завершения. А дальше будет видно, ну, я говорю, что предложений очень много, может быть, и вынуждено придется и оставить Красноярск в покое, пускай молодежь здесь поддерживает нас. Потому что, ну, есть более интересные проекты, которыми, так, уже даже не с точки зрения финансовой, а с точки зрения просто собственного развития. Да, это интересно всегда. Что ты вынес из своего детского занятоспорта? Чем тебе это помогло? И вообще коллективы, которые были вокруг тебя, чем тебе это помогли? Сложно так вот тоже однозначно сказать. У меня такая биография была вот такая волнообразная, потому что, будучи в спорте, когда я пришел в спорт, как раз я в коньках занимался, я там сбоку припек, у меня параллельно футбол, половина коньки, то есть, ну, как, собственно, наверное, все в советские времена, все дети, да, и в одной ногой там, в другой там, с одной тренировки пришел на другую, тут же пошел мячик пинать во дворе, жили же все на улицах. Но, честно сказать, что все равно, дисциплина это раз, все равно, какая-никакая, в лагерях у нас, в детских зданиях, хоть, как говорят, хорошее место лагерем не назовут, но тем не менее, оно все равно, эти воспоминания, турбазы это, и все у меня в памяти проезжаю, конечно, там все эти домики еще старенькие, но уже как-то не то все равно, уже вот первое время прямо вот ностальгировал, когда еще заборы эти первые все не доделали, не сделаны, все вот это вот воспоминание, как мы ходили там по этой, по левой стороне, ну, если в сторону Девногорска ехать по тропинке, по этой вдоль дороги шла тропинка, все равно, это, конечно, такие воспоминания, ну, с детства прям ностальгически. Все равно какая-то дисциплина была раз, однозначно. Даже какие-никакие наши дисциплинарные, вот эти все кеды пробивали там и все остальное, это тоже всегда мотивировало на какие-то серьезные достижения, успехи, достижения какого-то результата и дисциплинированности. То есть все равно старались, старались как-то к старшим очень уважительно относились, но там, на самом деле, очень много, это тот же воспитательный процесс, что в семье происходил даже столько я могу сказать что в школе настолько не дали сколько мне дал спорты родители ну что именно это потому что ну все равно старшие товарищи всегда я не скажу что она была какая-то дедовщина дисциплина всегда было мы с тобой общаемся по поводу очень серьезный важный для меня он очень сильный я всю свою спортивную жизнь она мне было чтобы ты не пожелал как человек вот просто чтобы ты не пожелал если можно глаза александр кенч я знал вас как тренера застал я знал вас как специалиста который ремонтировал машины даже обращался там один раз наверное а я знаю что вашу порядочность как просто как человека по жизни я знаю что у вас многие спортсмены считают вас своим отцом я тоже знаю прекрасно я с удовольствием всегда встречу пожму вам руку обниму скажу спасибо вам за то что вы просто привели этих людей в спорт которые потом точно то же самое отплачивают вам в течение всей жизни благодарностью любовью своей поэтому поздравляю вас 70-летним юбилеем сожалению что если не смогу даже присутствовать на нем но я вас поздравлю поздравлю там по громкой связи как угодно с ребятами свяжемся поэтому я вас обнимаю и всего вам здоровья самое главное долгих лет мы с вами еще увидимся